Ребята, всем привет! Иногда мне задают вопрос, заказывал ли я печатные платы у нас в Молдове. У нас есть завод, который в принципе не то что делает, но он может сделать. Смотрите, с момента отправки гербер файла до того момента, как я получил вот эту посылку, прошло всего лишь 5 дней. Тут, конечно, очень хитрый был файл, из которого я это все делал, знакомый попросил сделать. Я попытался проверить, есть у меня тут один момент. Вот здесь отверстие, по нему у меня нет вопросов. Здесь, скорее всего, все сделано правильно. А вот здесь, это просто взяли это же отверстие, скопировали и перенесли его туда. То есть, когда человек делает все лазерно-утюжной технологией, ему как бы пофиг. Я как только пришло, я начал щупать, для того, чтобы попробовать прощупывать, есть вот эти вот кругляшки или нет. Я бы их прощупал, но здесь коробка. В общем, я отправил гербер файлы 31 августа, а уже 4 сентября мне позвонила девушка из таможни Фидекса и попросила отправить документы, ну какие-то подтверждения, сколько подтвердить стоимость данных посылок. Причем это стоило абсолютно недорого. Доставка стоила 29 долларов и 5 долларов платы, итого 34 доллара. Я считаю, что 34 доллара за 10 плат, небольшого, конечно же, размера, до 100 на 100, за 4-5 дней, это крайне быстро, настолько быстро, что я, допустим, ну у нас как все это медленно движется, ты даже не получишь внятного ответа, смогут они сделать, не смогут, и, наверное, даже стоимость не получишь. Ну, за 10 штук они, собственно, и браться не будут. То есть, когда нужно что-то сделать быстро, учитывая, ну, на мой взгляд, недорого 29 долларов, учитывая, что за 4 дня они мне и сделали эти платы, и отправили, и я их получил. На мой взгляд, это абсолютно недорого, это крайне недорого. То есть, когда там тебе говорят, что подготовка к производству будет у них там несколько дней, там 7 рабочих дней, там или еще что-то, тут за 4 дня тебе их и сделают, и привезут, и ты их еще и получишь, и уже за 7 дней, пока они только будут готовиться к производству, ты уже можешь их запаять и отправить. В общем, смотрите, у меня есть несколько знакомых, которые, в принципе, сами все делают лазерно-утюжной технологией. Но иногда им нужно, то есть, какие-то устройства у них пошли, им там нужно 2, 3, 4 устройства в месяц, они, в принципе, собирают. Им не очень выгодно делать это все, ну, постоянно вот эти лазерно-утюжные технологии. То есть, нужно сверлить, нужно лудить, нужно травить, нужно платы резать. То есть, ну, это все достаточно трудоемко. Если заказывать вот 5 долларов 10 плат обычной доставкой, там стоит где-то 15 долларов, то, в принципе, выходит еще дешевле и недорого, и ты знаешь, что ты там по несколько устройств используешь. Короче, когда ты делаешь одно-два устройства, только лазерно-утюжная технология. Как только ты эти устройства, ты знаешь, что ты там пару штук сделаешь в месяц, пару штук еще в один месяц, пару штук еще в один месяц, то я уже их так приучил, что они уже, в принципе, заказывают печатные платы. Но когда они мне кидают эти Sprint Layer файлы, они настолько все корявые. Ну, вот здесь, допустим, вот это вот перемычки. Хотя зачем мне оставлять перемычки, когда я могу их просто взять и перенести на противоположный слой? Плата, что она будет односторонняя, что она будет двухсторонняя, нет абсолютно никакой разницы в стоимости. Конечно же, если вы будете заказывать там 10 тысяч, 20 тысяч плат, то там разница в стоимости будет. Односторонние будут дешевле. Но мы заказываем на вот этих вот всех сервисах, все китайские сервисы. Они не делают абсолютно никакой разницы, что у тебя будет плата односторонняя, что двусторонняя. В общем, мне приходится эти платы перерабатывать, но радует, что я их перерабатываю не часто, потому что вот этому знакомому за несколько лет я там 2 или 3 платы переработал. Перерабатываешь ты их один раз, а потом он тебя просит, ты просто их заказываешь, заказываешь, заказываешь. И в этом нет никаких проблем. Я стараюсь все номиналы изнутри вынести наружу, чтобы их было видно. Точно так же вот здесь вот вынес диод, ну, чтобы когда ты припаяешь, чтобы ты потом, смотря на плату, мог сразу же проверить, правильно ты припаял или нет. Потому что если он будет у тебя под диодом, после того, как ты припаяешь, ты его закроешь, и ты, бог его знает, правильно ты его припаял или неправильно. Поэтому вот это все я выношу. Но я единственное, что не делал, вот эти вот ободки, они все 0,15 мм. И это очень мало, вообще желательно 0,25-0,3, тогда они точно пропечатаются. И вот мне сейчас тоже интересно, пропечатались они или не пропечатались. Но их тут было очень много. Здесь же нужно все по очереди мудохаться, и я решил оставить такими, какие. Сейчас посмотрим, какие они получатся. Но 0,15 это очень мало. То есть если резисторы, я ставил контур, чтобы это было видно, что резисторы. А на конденсаторах я сделал просто вот тут таких два вот прочерка, ну, чтобы видно было, что это конденсатор. Чтобы сразу, ну, когда ты проверяешь плату, после того, как я ее собрал, чтобы ты сразу видел, где резистор, где конденсатор. Ну, и точно так же я сделал перемычки, потому что платы стоят одинаково. Что с перемычками, что без, зачем их потом ручками паять. И теперь, как, собственно, вот у тебя вот есть спринт-леер, и ты хочешь заказать печатную плату. Это делается все элементарно просто, поверь, элементарно просто. Вот ты закончил, у тебя все работает. Ты идешь в файл, дальше идешь в экспорт, гербер формат. И дальше тебе нужно выбрать папку, где у тебя будет этот гербер формат. Давай на рабочем столе создам папку, допустим, 1, 2, 3. Смотри, видишь, эта папка пустая. Дальше ты выбираешь, что ты хочешь экспортировать в этот гербер формат. Вот медь, нам нужна вверх, медь нам нужна вниз, потому что у нас на низу дорожки, сверху у нас перемычки. Дальше нужны компоненты вверх, компоненты вниз. Это не компоненты, это шелкография. То есть это вот эти вот красивые красные линии, которые нарисованы, которые показывают, что это компонент. Также мне нужен контур платы обязательно. Также мне нужна паяльная маска. Вот видишь, зеленая штука. И она нанесена везде, кроме контактов площадок. Нам нужна она и сверху, и снизу. Маска низ, это SMD маска. Это для тех, кто хочет сделать себе для SMD компонентов какой-то трафарет. Нам в данном случае не нужно. Мы выбираем, куда мы это все хотим сохранить. Мне нужно на рабочий стол. Вот она, папка 1, 2, 3. Нажимаю ОК. Вот здесь поменялся путь на десктоп. И нажимаю этот файл. Эту кнопку точнее. Сейчас у меня должно создаться 7 файлов. Каждый файл по вот одной галочке. Идем и видим, что в новой папке, которая была пустая, создались все-все-все-все-все нужные файлы. Также мне еще нужна сверловка. Переходим в экспорт и выбираем данные отверстий. Тут можно выбрать отдельно с металлизацией, отдельно без металлизации. Сказать технологу, но я выбираю оба. И он мне делает металлизацию даже там, где она не нужна. То есть, вот допустим, здесь металлизация отверстий не нужна, но он ее сделает. Здесь она, конечно же, нужна, он ее тоже сделает. Но я везде ставлю, она как бы не мешает, пусть она будет. Даже если у меня на второй стороне нет отверстий, лучше, чтобы он сделал ее везде, чем он где-то сделает, где-то не сделает. Я, как уже вам говорил, некоторые китайские ребята, они любят не задавать вопросы и делать так, как они считают нужным. И не всегда это так, как вы хотели. Так что нужно иметь в виду. Здесь оставляем все то же самое, ничего зеркалить не нужно, ничего не нужно делать. Нажимаем ОК. И по идее выбираем эту же самую папку. Обратите внимание, что в этой папке у нас как бы есть уже 7 файлов, но здесь ничего нету, потому что у нас 7 файлов с расширением под нижний слой, верхний слой. А сверловка у нас с расширением дрил. Вот нажимаем Save. И теперь у нас там появился еще один файл. Вот он, дрил. Дальше мы все вот эти вот 3 файла выбираем и мы их должны запаковать желательно в zip, потому что там 7z, rar и так далее, и так далее. У ребят из Китая нет, поэтому запаковывайте именно в zip формат, именно в zip. Все, вот этот файл 1, 2, 3 zip вы можете называть как следует, нормально. Я его, как правило, называю точно так же, как и назывался файл, который мне прислали. Вы отправляете на сайт. Дальше ты переходишь на главную страницу. Дальше ты выбираешь, что тебе нужны печатные платы. Вот я здесь щелкаю на рекламку. Дальше мы выбираем, что нам нужно. Отдельно платы. Размер здесь оставляем так. Ничего не трогаем. 10 штук, 2 слоя. В принципе, вы можете ничего, ничего не трогать. Все вот так вот и оставляем. Оставляем, оставляем. Маску зеленая. Нужно понимать, что 5 долларов это именно за вот то, что вы сделаете по умолчанию. Стоит вам поменять маску зеленую, например, на красную, цена с 5 долларов уйдет куда-то в небеса. Поэтому все вот так и оставляем. Ничего особо не трогаем. Здесь нас спрашивают, соглашаетесь ли с тем, что мы можем изменить горячее лужение на иммерсионное золочение по подслойу никелю. Ну, можно согласиться, можно нет. Я не соглашаюсь, потому что мне нравится горячее лужение. И нажимаем посчитать. Естественно, у нас должно быть 5 долларов. Да, 5 долларов. А давайте ради интереса. Вот многие любят там на черной маске. Матовая черная. Есть даже глянцевая черная. Ну, вот давайте. Матовая черная. Уже 39 долларов. Обычная черная. О, кстати, можно на черное сделать 5 баксов. О, я этого что-то не заметил. Офигеть, все одинаковые цены. Просто я пользуюсь многими китайскими сайтами. Вот, например, здесь очень хорошо заказывать именно быстрой доставкой. Оно стоит недорого. Вот смотрите, в России, например, быстрой доставкой всего лишь 26 долларов. У меня 29 долларов. А ну-ка, тут есть EMS. Но тут можно повыбирать. Тут вот, например, DHL есть. DHL дороже. Chinapost – это обычная почта. Вот смотрите, в России обычная почта всего лишь 9 баксов стоит. Итого 10 плат будет 4. Но вам придется ждать. Тут сколько написано ждать? 25-40 дней. Да, написано правда. Примерно так и стоит ждать. Ну, в Россию, конечно же, все лучше, чем у нас. Я выбираю свою страну. Это Молдова. И у нас обычная почта также будет идти 25-35 дней. И она стоит 16 долларов. То есть 16 долларов и мне ждать 40 дней. Либо я могу выбрать вот этот FIDEX E. И оно написано от 7 до 13 дней. Но реально оно мне пришло за 4 дня и стоит 29 долларов. То есть либо мне за 16 ждать месяц, либо за 29 ждать не 2 недели, потому что в 2 раза дороже, а ждать всего лишь пару дней, максимум неделя. Допустим, мы выбрали все, что нужно. Мы добавили все в корзину. Мы хотим именно этой службой доставки. Обратите внимание, тот zip-файл мы еще никуда не положили. Поэтому добавляемся в корзину. И вот здесь наступает самое интересное. Тут, именно тут, нужно загрузить наш тот gerber-файл. Так, ну вот это реальный gerber-файл, который я отправлял где-то недельку назад. Так, идем на дистоп, папка 123 и загружаем вот этот zip-файл. Все, подготовить заказ сейчас. Видим, что данный кружочек вот здесь у меня активно, а здесь не активно. Сейчас должен рабочий какой-то технолог с данного сервиса просмотреть мои gerber-файлы, убедиться, что они могут это сделать, убедиться, что он меня понимает. Но опять же, он может вас понять по-своему не так, как вы его понимаете. Вот сейчас интересно, я распакую, посмотрю, как они меня поняли именно с этими отверстиями. Когда он посмотрит, здесь загорится зеленым и, в принципе, вы можете оплатить. Более того, вы можете сделать там какие-то хитрости. Например, сделать дорожки тоньше, чем они могут. Либо вы выбрали, что вы делаете двухстороннюю печатную плату, а загрузили gerber, как будто у вас там она там восьмислойная. Тогда технолог, посмотрев, он просто изменит цену, что это уже будет стоить не 5 долларов, а скажем, я не знаю, там 30 долларов или 50. Или, допустим, у меня размеры там 70 на 80, что-то такое. А вы выбрали, что у вас размеры 100 на 100, а загрузили gerber, где у вас там реально оплата там 120 миллиметров, скажем, на 70 миллиметров, то есть она больше. И тогда у вас здесь изменится цена, причем изменится очень сильно. Там вы вроде изменили размер там чуть-чуть, на каких-то 20%, а цена у вас изменится не на 20% и не в два раза, а баксов до 30 или до 35, там раз в 5 или 6 или 7. Самое выгодное, это когда вы трассируете устройство, когда вы что-то проектируете, если вы думаете, что в дальнейшем вы, может быть, будете что-то заказывать и будете делать эти устройства несколько штук, старайтесь вписаться в размер 100 на 100 миллиметров, не больше. Если платы небольшие, то старайтесь вписаться таким образом, чтобы размеры были, ну скажем, по одной стороне 100, а по другой стороне там либо 30 миллиметров, тогда можно на одной заготовке три платы разместить, либо 100 на 50, тогда на одной заготовке можно две платы разместить. И некоторые сервисы могут вот такие вот заготовки посчитать, что ага, ты хитрый, думаешь, сам панализируешь, на тебе, мы умножаем цену. А некоторые посчитают, ну, пожалуйста, 100 на 100, как ты хочешь. Я знаю, в России там есть резонит, но там, допустим, за срочное изготовление нужно что-то платить дополнительно, причем, наверное, ух ты, даже так, ты смотри, какая крутая ручка. И смотри, они меня поняли правильно. Ну, в принципе, я так ими указал в контуре это все. Так что все окей. Ну и обратите внимание, что металлизацию они сделали везде, даже там, где это не нужно. Потому что, если у вас отверстие с металлизацией и без металлизации, вы должны либо в файле сначала указать металлизирован, потом указать без металлизации. То есть есть некоторые ограничения, ну, есть специальные стандарты, как это все нужно делать. Но я все их указываю как металлизированные. Пусть они лучше вот здесь вот сделают с металлизацией, пусть они сделают, чем вообще не сделают. Здесь они ставят свой номер платы. Кстати, нужно обратить внимание, иногда они могут дать чуть больше платы. Здесь 3, нет, ровно 10. Блин, а так хотелось бы. На самом деле они запускают немножко больше, и у них там иногда бывает брак. И нам, нам, любителям-то пофиг. Они могли бы и бракованные сюда закинуть, и мы бы их-то использовали. Где-то, может, там дорожка не дошла. Но, как правило, брак у них там где-то либо с шелкографией, либо еще что-то. Обратите внимание, что дорожки хорошо пропечатались. Именно контуры. Вот диодик я ставлю, то есть отодвигаю его подальше. Ну, платы, на мой взгляд, просто супер. Кстати, это одно из немногих устройств, которое сделано полностью на дискретных элементах. Никаких микроконтроллеров, ничего. И устройство достаточно сложное. Оно управляет двигателем. Двигателем компрессора от холодильника. Тут непросто. Тут очень много всяких генераторов, очень много все заложено. Причем там, когда он начинает раскручиваться, там есть измерение индуктивности, там понимает, раскрутился он или не раскрутился. То есть устройство на логике достаточно сложное и интересное. Если хотите, могу собрать, показать, как работает и немножко объяснить пару нюансов. Пишите в комментариях, если это так. Обязательно сделаю. Берегите себя, не болейте. И не тратьте время на то, чтобы пытаться что-то договориться, чтобы сделали какую-то маленькую партию у вас на месте. Потому что на вот эти договоренности вы потратите огромное количество времени. Хотя могли бы просто отправить файл, герберфайл. И там без всяких вопросов, без ничего уже понимают, как его читать, понимают, что именно хотят. Ну, потому что это мировой стандарт. То есть вот отправив такой же файл 10 изготовителям, все 10 изготовителей сделают точно такие же платы. Не лучше, не хуже. Вот точно, точно такие же. Все, надеюсь, видео было вам интересно. Берегите себя, не болейте. И пока. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное. И поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями. Поставить жирный лайк. Это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике. Два из них ты сейчас видишь на экране. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok